консультативное заключение по мрт пациента 21 года дата исследования 8 февраля 2020 года при мрт головного мозга в аксиальной и сагитальной проекциях получено изображение структур мозга по т1 и т2 в том числе флэйр и диффузионно взвешенные мра очаговой патологии головного мозга не найдено желудочковая система сформирована правильно гидроцефалия нет субарахноидальные ликварные пространства по конвекситальной поверхности больших полушарий не расширены цистерна основания мозга прослеживаются отчетливо не деформированы срединные структуры не смещены гипофиз высота 4,7 миллиметра диафрагма седла вогнутая структура обычная патология мостом мозжечковых углов не выявлено стволовые структуры не изменены патологии орбит не определяется ствол мозга хиазмально-селярная область без мр признаков патологических изменений миндалины мозжечка расположены на уровне большого затылочного отверстия в проекции мостомозжечкового угла корешки вии пар черепно-мозговых нервов прослеживаются отчетливо с обеих сторон симметричны не утолщены отмечается небольшая асимметрия гиппокампов правый меньше на 5 10 процентов причем содержит кисту около трех миллиметров премрасти нозов и аневризм сосудов не найдено не развита левая зса вариант строения вилизи его круга соотношение в области кого не нарушены ретенциемные киста на дне правой верхней челюстной пазухи таким образом можно предположить склероз правого гиппокампа 102 дробь 96 и 100 дробь 85 не очень уверен что в радианте это будут те же серии их название мр рейндж и мр тик рейндж 7 может быть рекомендовано прицельное исследование по эпилептическому протоколу и заведующий кафедрой доктор медицинских наук профессор халин александр васильевич вопрос пациента добрый вечер спасибо большое за заключение передайте пожалуйста профессору можно ли немного поподробнее узнать насчет ретенционные кисты заранее спасибо ответ прав халина это киста в пазухе в связи с закупоркой железы в слизистой лечение не требует очень часто сама проходит вопрос пациента последний вопрос можно поподробнее асимметрия гиппокампов содержанием кисты 3 миллиметра ответ прав халина асимметрия тел гиппокампов может указывать на височно-долевой вариант эпилепсии это обозначают как склероз медиабазального отдела височной доли степень очень небольшая поэтому без корреляции с эек это несущественно киста в гиппокампе очевидно врожденная особенность развития гиппокампа у этого пациента и Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!